Так, а похлопайте, кто знает меня. Потрясающе. Два года в молодости в никуда. Смотрите, меня зовут Руслан, мне 22 года, и 22 года — это странный возраст. Это вот такой возраст, когда ты не врёшь, что у тебя был секс, ты врёшь о его продолжительности. У меня недавно друг сказал, что занимается сексом в среднем 10 часов. Вот в среднем. Просто я в среднем меньше сплю. Ну, я так прикинул, я в лучшей своей форме за 10 часов мог бы заняться сексом раз в 15, потом приготовить суп, потом съесть суп, и у меня ещё осталось бы 9 часов. Откуда? Откуда такие цифры? Вообще сейчас как-то в обществе очень много извращенцев каких-то заметили. Ну, я живу сейчас с соседями, а с парнем и девушкой. И мы живём в очень маленькой комнате, ну, потому что нищий, а я не признан гений. И так вышло, ну, что я по неволе стал героем очень дешёвого порнофильма. Ну, знаете, все же видели эти ролики для взрослых, где парень с девушкой занимаются любовью, а где-то неподалёку сидит их друг и делает вид, что в жизни всё хорошо. Мне кажется, где-то есть такое видео со мной. Я там просто в стену смотрю и плачу. Ну, я как-то решил как-то выходить из ситуации, решил с ними поговорить, всё-таки взрослые люди. Я набрался смелости, подхожу, говорю, мам, пап, ну. Может, хватит, может, вы остановитесь, хотя бы сейчас. Ладно, это прикол, это шутка, это юмор. Но я правда живу с родителями, и жизнь с родителями — это как встречаться с 40-летней женщиной. Тебе стыдно об этом рассказывать, но зато ты всегда сытый, помытый. Шапки есть, есть свои плюсы. Но есть и минус, очень сложно, ну, страдает личная жизнь, потому что тяжело привезти кого-то домой. Там несколько родителей против, там против моя комната. Потому что она детская. Там что-то какие-то фотообои, какая-то шведская стенка. У меня кровать в форме машины. И по статистике примерно 100% женщин не хотят давать молнии Маквини. Ужас. Я поэтому решил переехать. Можете поздравить, похлопать, да. Молодец я. Теперь я живу с дедом. Самое печальное в этой ситуации, что это даже не мой дед. Это просто старик. Мне удали, типа, на, Руслан, разбирайся. А нахер он мне нужен еще? Не знаю. Ну, и мне с ним сложно, потому что, ну, мы из разных поколений. Вот если в диалоге нет слов, развалили страну, он в него не вступает. Мужик. Ужасно. И я, конечно, понимал, что рано или поздно с моей внешностью не придется ночевать со взрослым мужиком. Ну, я планировал получать за это деньги, а там, там деньгами не пахнет. Там пахнет старостью и потом. Ужасно. Ну, я поэтому сейчас стараюсь меньше времени дома проводить. Хожу в кинотеатры. Вы ходите в кино? Да. Смотрите, я, когда прихожу в кино, я каждый раз офигеваю цену на попкорн. Ну, я смотрю на него и думаю, а вот как ты к доллару привязан? Просто, ну, видите? Это же ужас. Я как-то был в кинотеатре, решил, ну, решил побаловать себя, купил себе попкорн, и мне не хватило на билет. Я просто с ведром домой поехал. Для сих пор стоит, но не есть же его, правильно? Еще сейчас в кинотеатрах, если ты идешь в 3D, чтобы посмотреть фильм в 3D, тебе помимо билета нужно купить еще и очки. Тоже странно. Прикиньте, купить очки. Я аж попкорн, блядь, бесплатно ем. Беспредел какой-то. Ну, это бред. Просто они же так предлагают, типа, а очки, ну, вам нужны очки? И вот, что я скажу, типа, да не, не надо. Что? Чего, человек паука не видел, что ли? Я просто весь фильм башкой такой делать буду. Пока картинка в одну не соединится, ужас. Еще бесят парочки, ну, пары, парни и девушки, которые ходят в кино. Ну, просто это же бред. Ну, я не понимаю, зачем парни ведут девушек на фильмы, на вот эти вот любовные всякие мелодрамы. Просто зачем показывать, какие бывают нормальные отношения? К чему это? Это же ужас. Ну, это вот то же самое, что подойти к бомжу на улице и сказать, смотри, какая у меня хата. Трешка в центре. Сплю, где хочу. Ну, мне еще друг сказал, мол, Руслан, ты не понимаешь, парни специально уводят девушек в кино, чтобы потом было о чем поговорить. Ну, не знаю, я как-то раз смотрел фильм с девушкой и после просмотра она сказала, вау, как круто. Как бы я хотела, чтобы мы с тобой оказались на их месте. А там парень в конце умер. Еще заметил, что во всех этих всяких романтических фильмах замечали, всегда есть какое-то место. Сейчас объясню. Помните момент, когда парень с девушкой идут по лесу, в какой-то момент девушка останавливается, такая, вау, как красиво, где это мы? И парень такой, ну, это мое место. Я прихожу сюда, чтобы посмотреть на звезды, подумать о людях, которым повезло чуть меньше, чем мне. Я в такие моменты смотрю и думаю, вот кому ты пиздишь, ну, ты, вот спорим, ты здесь первый раз. Просто я ни разу не видел, что парень с девушкой шли по лесу, и девушка, вау, как красиво, где это мы? И парень такой, да хуй его знает, я что-то в тугиси не так вбил. Вообще, вообще в Токио-Сити должен был сидеть. Ладно, вернемся к теме порно. Меня бесит русское порно. Вы как, смотрите русское порно? Ну, естественно. Чисто для меня снимают. Ну, меня бесит русское порно просто, ну, вы же не видели, я объясняю, смотрите. Представьте себе видео для взрослых, после которого не то что дрочить, а после него жить не хочется. Ты что-то включаешь и скажешь, ну, пожалуй, не сегодня, пожалуй, никогда. Я лучше груз 200 посмотрю, там явно повеселее будет. Ну, видели актеров русском порно, это, ну, самые страшные типы в мире. Просто смотрите, если я когда-нибудь вдруг захочу посмотреть, как сношаются люди в дешевой одежде, я пойду в День курсанта на Думскую, мне вот это к чему вообще. Но больше всего в русском порно меня бесят диалоги. Это вообще мрак. Хуже диалогов в русском порно могут быть только диалоги в русском порно на английском. Я как-то видел, как парень забыл текст. Ну, он что-то начал такой, типа, сак май, сак, сак май. Блять. Лондон за капитал. Ну, я будто снова в школе оказался. Ужас, ужас. У меня сейчас нет девушки. Обидно, что никого-то не удивляет. Могли бы удивиться. Такое тело пропадает. Смотрите, у меня нет девушки, но она то есть причина. Просто, ну, очень сложно найти себе подходящую. Меня всегда что-то не устраивает. Ну, то девушка слишком высокая, то слишком низкая, то не тот цвет глаз, цвет волос. То вообще, Настя, ну, кому это надо? Знаете, я очень долго ищу идеальную, но сложно. И недавно осознал, что, наверное, самая лучшая, самая прекрасная, самая идеальная женщина просто давно занята. Она занята моим отцом. Спасибо. Правда, если об этом узнает моя мать, малышки, малышки не поздоровятся. Ладно, спасибо. Вы кайф, вы огонь. Вау. Спасибо. Продолжение следует...